К слову, в дни празднования юбилея Победы под Сталинградом в нашем регионе планируется проведение 150 мероприятий. Подготовка к торжествам находится на завершающей стадии. Что ждет гостей областного центра и какие меры безопасности будут предприняты, сегодня обсудили на специальном совещании в региональном правительстве. Анжелика Антипина подробнее. Серия мероприятий к 70-летию Победы под Сталинградом стартует в Волгограде 1 февраля. Днем позже пройдут главные торжества – возложение цветов, парад на площади павших борцов, показ военной техники на Мамаевом кургане. Праздновать юбилей битвы на Волге будет и вся Россия. 2 февраля в Москве также пройдут различные торжества. Кульминацией станет концерт-реквием в Храме Христа Спасителя, где выступит детский хор из Волгограда под руководством Александра Пахмутовой. В городе на Волге праздничный день завершится салютом и фейерверком. Обеспечивать порядок на Сталинградской земле будут более 3,5 тысяч человек. Это сотрудники полиции, военные, дружинники и казаки. В местах особого скопления людей будут организованы несколько рубежей охраны. На входе на площадь павших борцов со стороны проспекта Ленина организуется КП, на котором будут учреждаться досмотры зрителей парада с выставлением шести арочных металлодетекторов. Для проходов на трибуну со стороны улицы Володарского, от горсада и со стороны улицы Гугли от магазина Мам, также организуется КП с использованием двух санкарных металлодетекторов. В Городичинском и Калачевском районах также разворачивались главные события 43-го года. Здесь в дни празднования будут выделены дополнительные силы и средства для охраны порядка. Ветеранов, основных участников торжества, должны перевозить только в сопровождении экипажей ДПС, распорядился начальник полиции региона. За порядком на Волгоградских дорогах будут следить более 400 сотрудников ГАИ. А власти Волгограда обязаны обеспечить своевременную уборку снега и гладкую работу общественного транспорта. Да и в целом лицо города нужно привести в порядок, проследив за его санитарным состоянием, призвал губернатор. К сожалению, сегодня есть места, где картина неприглядная. Мусорные контейнеры в воруме не освобождаются, не вывозятся. Соответственно, мусорные свалки есть и в жилых массивах, и по маршруту движения. Традиционно в праздничные дни в Волгограде будут перекрываться дороги, но об этом сообщат отдельно. Кроме того, 1 и 2 февраля будет временно ограничен въезд транзитного транспорта на территорию города. Анжелика Антипина, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».